Друзья, здравствуйте! Сегодня 30 августа и как часто я снимаю о цветении своих орхидей, потому что очень много цветет чего интересного и хотелось бы заснять, показать, насколько они красивы. Ну и как обычно справа налево доцветает у меня лекаста, лекаста круэнта, ароматная, красивая, но уже начинает увитать. Распустилась у меня здесь Максима Альба по бирке, но как оказалось, она все-таки не Альба, а Альбисцинс. Почему у меня закрались такие сомнения? Потому что я сейчас покажу на камеру. Видите, в горле не только желтый рощад, но есть еще небольшая серень вина из вен. Это означение, что она Альбисцинс, так что не чистая Альба. Ну, расстройства нету, потому что это у меня одна-единственная Альбова, я буду считать ее Альбой. Все-таки правильнее, что она Альбисцинс. Дальше цветет моя Люминоза. Люминоза в этом году пятью цветками. Ну, конечно, красавица. Уже не впечатляет, как первые розы, уже впечатляет самим своим цветением. Вот, если вы можете видеть рост, лист у нее 50 сантиметров. И тубер где-то 40. Поэтому растение уже доросло до таких размеров, что оно может цвести и пятью цветками. На стол видно, что растение очень крупное. Дальше, ниже, растила у меня первый раз. Это Дориган Ирис. Вот такой вот он очень яркий. Достаточно компактный Дориган. Небольшой. Я подставлю руку. Цветок крупный. Все, как обычно. Вот такой вот красивый Ирис. Прям отлично. Дальше здесь у меня расцвела котлея Висталис. Котлея Висталис, ну, наверное, сейчас такая редкость-редкостная в коллекциях. Как обычно Эквадор вырастил, а купить уже невозможно, когда она начала массово у всех цвести. У меня расцвела она вот такой вот. Я купила ее деленочкой в 2021 году зимой у Марины. И вот, покупила я две бульбочки и рост. Растение выросло и зацвело. Цветет она у нас одинаково с Мариной Бусаргиной. Вот так вот. Красавица. Сейчас попробую приблизить цветок. Висталис это Дориана на котлее Максимум. Гибрид может цвести немножко вариабельный. И причем будет цвести в зависимости от сезона. Вот летом он будет яркий. Если он будет цвести весной, он будет не такой яркий. Более прожилок будет больше. Дальше у меня расцвела котлея Вальтер Вольф. Наверное, Вольф. Потому что в честь имя и фамилия. Гибрид тоже очень вариабельный. Тоже эквадорский. Это гибрид Виала Цейн на Максимум. Губа, конечно, у него получилась очень красивая. Но она взяла очень много от Виала Цейн. Это вот отогнатость лепестков. Лепестки отгибаются. И, наверное, именно этим она мне не очень нравится. Хотя, если взять цветок. Цветок очень красивый. Ну, и как у Виала Цейн, можно видеть по лепесткам. У Семиальбовой вот такие вот рощерки по лепесткам. Вот второй цветок. Не знаю, оставить себе ее или поставить на продажу. Я, конечно, еще подумаю. Так, дальше, дальше гибрид. Ну, тоже, как обычно, давиановский гибрид. Это гибрид Харисониана Церрулея на давиану. Она у меня и в прошлый раз цвела. И в этот раз гибрид, конечно, красивый. В этот раз она у меня цветет тремя цветками. Очень неприхотливая. Потому что Харисониана в родителях. Вообще, Харисониана и Ладигези – это два сорта похожи. Но, как я прочитала, разница, что Харисониана более яркая. Ну, и цветочек, и губа у нее более такая маленькая. Поэтому, при гибриде с давианой, она дает красивый рисунок по губе. Ну, цветок-то и правда очень красивый получился. Сразу и давиану видно, и Харисониану. В общем, красавица. И цветет вальтаир. Да, вальтаир, правильно. Чем мне нравится? Всегда она распускается в одной плоскости. Ее удобно фотографировать, снимать. Как обычно, крупная красавица. Вальтаир – это гибрид. Роблинг. Да, роблинг на давиану. Пока два цветка распускаются только. Ну, вот так вот она распускается. Тут уже дня четыре, они уже открыты. Ну, вот такой вот обзор по цветению котлей и лекасты. Пока-пока.